Книга «Открытым оком», 2-й том, тема «Литература», вопрос 825. «Прав ли был Мцири у Лермонтова, когда на три дня вырвался из келей душных и молитв тот чудный мир тревог и битв?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Есть поговорка «Насильно, мил не будешь», и ничего нет печальней безответной любви. «Само по себе монашество и монастыри не имеют ни малейшего обоснования на страницах Библии. Это был протест против обмерщенности о государственной номинальной церкви. Протест был неверный и неевангельский. Лермонтов показывает то христианство, в котором он жил и от которого он погибнет. Принято считать Пушкина христианином. На этом настаивают исследователи его жизни. И последняя роковая его дуэль была далеко не первой, а двадцать восьмой по счету. Люди жили в океане нелюбви, в море молодой похоти, о чем они и писали. О своем современнике Серафиме Саровском, жившем совсем рядом с ним, Пушкин не упомянул ни в одной строчке. Так же и Лермонтов. Чем же они жили? Во всей русской литературе, ныне называемой классической, нет ни одного евангельского образа, не считая полуевангельского старца Зосимы в братьях Карамазовых. Россия вела самые захватнические войны, и последствия их мы ощущаем ныне в Чечне. Ермоловские выстрелы бьют по нашим детям. Лермонтов известен нашим патриотам как национальная гордость. Талантливый поэт, поверим ему, взявшему эпиграф Мцири, из первой книги царств. Первая царств, 1443. Они пленили мальчика, быть может, убив его родителей, но злодейство русских на этом не кончилось. Эти русские захватчики увозят его в далекую чужую страну и сдают в монастырь смертельно больного. И монахи ничего лучше не придумали, как приобщить его к душным кельям и многочасовым стояниям. И в этом он был прав, потому что о Христе не было ни слова. И свою энергию он с пеленок готов был направить на дело своих отцов. Быть воином, как Александр Невский. Дмитрий Донской поступили с ним противоестественно, безжалостно, жестоко. И эти три дня были для него как мед свободы, поддержавшие его силы, как Иона Фана. Мне приходилось выступать перед многочисленной аудиторией директоров школ РАНО и ГОРАНО. И ни один из них не смог объяснить смысл эпиграфа, взятого Лермонтова к Мцири.